Главный вывод. В полтора суток власть лежала на асфальте, ее можно было бы подбирать спокойно. Пригожин не хотел ее подбирать, он имел все шансы взять Москву, никто бы ее не удержал, и даже СБ сопротивления особого не оказывали, как не оказали его в Ростове. Ростов – это один из географических центров сосредоточения всей российской армии. Там полигоны, учебные центры, склоды и так далее. Он взял штаб округа, а никто не пискал. Более того, есть воинские части, которые частью перешли, частью выразили сочувствие, не сопротивлялись по ходу и так далее. Я не знаю, кого там награждал Путин в количестве ста человек, но за якобы побороли мятеж, но совершенно очевидно, что они прошли 800 километров, сбили семь самолетов, оставалось 200, и он мог уже два дня как исправлять всю историческую судьбу России, радикально, на свой глаз. То ли ужесточает, то ли наоборот, сделать ее более вменяемой. Но он не захотел воспользоваться своим шансом. Сейчас он выгребет полной ложкой то, что он не захотел. Потому что уже есть данные, что командира Вагнера вырисовывают в Сирии, очистки в армии начинаются и так далее. Это неизбежно все. Поверки финансового положения и прочее, прочее. Но вся эта очень бестолковая история с его стороны очень хорошо подсветила реальное положение дела в России. Путинского режима нет, он рухнул. Он больше не легитимный. Он целиком замешан на лжи. Вот они, смотрите, яркий пример. Вчера сказали, что 86 миллиардов рублей обошлось содержание Вагнаров в бюджет. 26 российских регионов имеют меньший бюджет, чем одна ЧВК. Причем они финансировали из госбюджета структуру, которая незаконна в России. Пошла в России, девчевика. По закону. Они ляпнули, актеры, играющий Путина, или сам Путин, растерянно прочитал с бумажки 24-м шрифтом, там больше, больше, с картонки даже. С картонки – это значит, он текст зачитывал. Это не справочные бумаги, в которых ориентируются. Картонки – это когда надо зачитать текст. И потом же он… Да. На сегодня Песков вынужден был врать, что государство не имеет отношения к деятельности Вагнера в Африке. А зачем же вы финансировали ее? Большая часть Вагнера сидит-то в Африке. Правильно. Не даже не территорию Украины, а территорию России. Ну, калейдоскоп лжи, калейдоскоп растерянности. Путин сбежал из Москвы вместе с Мишустиным, вместе с значительной частью чиновников. Ну, и кульминацией этого всего стало заявление официальных лиц Британии, что они серьезно начали планировать сценарий распада России и их действия в этом случае. А вот это как бы жирная печать на произошедшем. Потому что, ну, полтора-полтора суток мы наблюдали постпутинскую Россию. Путин и нет, он не управлял. Дальше все понятно. Легкость, которую народ делегитимизировал Путин, отказался от него. Встречал Вагнера. По сути, уголовник. Зек приветствовал, кричал, да, ура, ура, давайте, давайте, ребята. Пожимал руки и селфился с прихожиным. Вот она наиболее показательная во всей этой ситуации. Там все готово. Следующий, кто найдет три батальона для похода на Москву, или иной способ, да, он окажется, и дойдет до конца, он окажется победителем. Продолжение следует...